Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас видеть вновь на своем канале, посвященном иконописному искусству. Сегодня наша постоянная рубрика «История одной иконы». Мы сегодня с вами посмотрим образ удивительный, интересный, со своим секретом. Поговорим, где такая икона могла бы находиться, какого времени, какими красками она написана. Я думаю, что это видео будет интересно и полезно всем любителям иконы, а также художникам, начинающим иконописцам и просто людям, которые любят искусство. Ну что же, я думаю, что пора начинать. Всем приятного просмотра! Итак, перед нами лик святителя Николая. Посмотрите, какие большие глаза, какой необычайно красивый взгляд, как выразительно прописаны очи. Да, икона написана в конце 19-го, начале 20-го века. Мы видим святителя Николая, предстоящего перед нами в красных одеждах, несущих себе пасхальную радость. Мы видим благословляющий жест, который говорит нам о том, что святитель Николай нас благословляет и слышит наши молитвы. Мы видим святителя Николая в том иконографическом типе, в котором он обычно перед нами изображен. А снизу, если вы заметили, очень необычное завершение, о котором мы чуть попозже скажем. Посмотрите на надписи, какие они, совсем классические, тоже выполнены масляными красками. И общий вид образа, он действительно такой вот мягкий, нежный, да, и где-то даже загадочный в какой-то степени, потому что завершение этой иконы, оно все-таки отсылает нас к какому-то вопросу. Почему же такое нестандартное завершение? Как я уже сказала, лик у нас выполнен масляными красками, и можно видеть, с какой мчательностью прорабатывал мастер каждую деталь. Мы видим волоски, мельчайшие линии, мы видим даже фактуру краски. Да, может быть мастер не высочайшего уровня письма, но все равно с большой любовью, с большим тщанием образ написан. Это говорит о том, конечно, что мастер любил свое дело. Ну что ж, давайте посмотрим, что же там на оборотной стороне. Видите, как необычно написан образ. Вроде бы, с одной стороны святитель Николай, а с другой перед нами предстоит Пресвятая Богородица Казанская. Сейчас мы можем немножечко поразмыслить о том, откуда мог появиться образ Казанской Божьей Матери на иконе святителя Николая. Да, это выносной образ, выносная икона, где с одной стороны мы должны были видеть святителя Николая, а с другой стороны Казанскую икону Божьей Матери. Можем смело сказать, что образ находился в храме, в котором и Казанская икона Божьей Матери чтилась, и икона святителя Николая. Видимо, там были пределы святителя Николая и Казанской иконы Божьей Матери. Давайте посмотрим с вами на одежды Божьей Матери, на то, как лик выполнен ее, да, тоже это масляные краски, да, они тоже выполнены в колорете святителя Николая, и образ более такой, может быть, чуть тоньше написан, да, потому что нужно было еще младенца Христа написать. Необычный, да, цвет мафория, мы привыкли к более красноватым цветам, более пасхальным, более радостным. Здесь более скромный, более скорбный даже цвет одежды Божьей Матери и более задумчивый взгляд. Сама икона, конечно, с любовью, также с любовью написана, как и икона святителя Николая. Для нас важно то, что такие образы, они сохранялись, ведь понятное дело, что к такому завершению обычно крепилась ручка, да, древка, которая была выносным, да, которая вместе с доской делалась мастерами, столерами, и именно на этом древке эта икона и выносилась. Конечно, мы можем вспомнить о том, что иконы выносятся у нас на крестные ходы, на праздник Казанский, соответственно, эта икона выносилась. Скорее всего, выносилась она на праздник святителя Николая, если это был крестный ход, на Пасху, на Рождество. И, конечно, это были почетные иконы, которые вот не так часто люди могли видеть. Конечно, их несли руки чьи-то, да, можем даже поразмыслить о том, что когда-то в конце 19-го, начале 20-го века кто-то нес этот образ на крестном ходу. Вот такой необычный образ сегодня. Вот такая икона про святую Богородицу. Я вас благодарю за просмотр данного видео и хочу вам пожелать всего доброго. До свидания.